На заседании Гомельского облсполкома проанализировали ход заготовки травянистых кормов. В связи с продолжительной жаркой погодой, пока темпы работы не очень высокие. Отмечая причины такой ситуации, в облсполкоме обращают внимание на тот факт, что в некоторых сельскохозяйственных предприятиях даже не смогли вовремя подготовить к сезону кормоуборочную технику. Кроме того, качество заготовленных кормов не всегда соответствует существующим требованиям. Особое внимание – пожарные безопасности во время полевых работ. На полях региона также началась уборка рапса. Первыми убирают наиболее поврежденные в результате жары площади. Пока урожайность этой культуры не очень высока. Это объясняется тем, что сначала аграрии занимаются посевами, которые оказались наиболее поврежденными в результате засухи. Выездное заседание облсполкома на этой неделе прошло в Мозере. Внимание уделили стратегии ускоренного развития района до 2020 года, росту производительности труда и заработной платы, созданию новых рабочих мест. В планах на следующий год обеспечить уровень зарплаты не ниже 1090 рублей. Экономика Мозерского района формирует наибольший объем выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг в Гомельской области – почти 30%. Но в экономике региона есть и сложности. На некоторых предприятиях износ оборудования превышает 65%. На ряде производств – недозагрузка мощностей. Дисциплина и порядок. Эти темы были в центре внимания председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Леонида Анфимова, который посетил Светлогорский район. Основанием для рабочей поездки стали результаты мониторинга, который месяц назад провели специалисты Комитета. Наиболее значительные нарушения выявлены в сельскохозяйственном унитарном предприятии «Золок Агра», где по документам на фермах недосчитались более 1200 животных. Сейчас проверку по данному факту проводят правоохранительные органы, которые должны установить истинные масштабы потерь и их причины. В акционерном обществе «Дубрава Агра» в ходе мониторинга замечания касались недостаточных темпов ремонта зерноуборочной техники. Теперь эта проблема решена. От Москвы до Брестской крепости Гомель посетили участники международного автопробега, посвященного 75-й годовщине освобождения Беларуси от фашистских захватчиков и победе советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили добровольное общество содействия армии, авиации и флота двух стран Республики Беларусь и Российской Федерации. Маршрут автопробега пролегает через города-герои и города воинской славы. Белорусская часть стартовала в Комарине, в программе – акции памяти, встречи с ветеранами и молодежью. В Гомеле участники автопробега возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Почтили память погибших минутой молчания.